Мусорная реформа шагает по стране. 15 марта в Омской области состоялся запуск второго комплекса по обработке бытовых отходов МСК-2. Но поможет ли дополнительная база сортировки справиться с лавиной мусора, вывозящейся в ближайшие Комску районы? Разбиралась наша съемочная группа. На поистине торжественном официальном запуске второго мусоросортировочного завода, сданного в эксплуатацию 1 декабря 2020 года, царила атмосфера праздника. Под музыку ответственные лица хвалились успехами в реализации мусорной реформы, говоря о дальнейших перспективах и культуре обращения с мусором. Открытие нынешнего завода, это второй завод на территории Ленинского округа вместе с Кировским округом, он позволит перерабатывать до 400 тысяч тонн суммарно отходов. Фактически это две трети объема твердых коммунальных отходов, которые образуются на территории города Омска. Полезный отбор, проектная мощность до 10%. Но что такое 10% из всего объема мусора, который ежедневно выбрасывается жителями? Капля в море. Тем не менее, после перерезания красной ленты была продемонстрирована вся «мощная» система работы комплекса. Она представляет собой цепь из шести производственных участков, позволяющих выделить 12 видов полезных фракций. Шелковый путь мусора оканчивается прессовочным цехом. Но что делать с прессованными хвостами мусора, который не идет на вторичную переработку? На сегодня действительно все жители этих районов испытывают неудобства с тем, что к ним поехал мусор, который не накапливается в этом районе. И мы, с сожалению, вынуждены согласиться с эмоциональной частью вот этого вот такого сообщения, да, о том, что к нам везут мусор. Это неправильно. Но, с другой стороны, у каждого из этих районов стратегически понятен путь решения с этой свалкой. Императивно до конца 2022 года эти свалки должны быть закрыты и подвергнуты рекультивации. Но напрашивается вопрос, не станет ли Омская область одной большой свалкой до 2022 года? И можно ли считать эти слова гарантией того, что проблема будет решена к назначенному сроку? Депутаты от КПРФ настаивают, что существует и должен быть принят в разработку иной путь утилизации, а не сортировки отходов с последующим захоронением, принуждая рассчитываться за все это жители Омской области. Чем возить этот мусор, эти схвосты, да, в Колосовку, в Сидельниково особенно, да, но это вообще, это золотой мусор, это, на мой взгляд, это преступление. Это просто грабеж. Не случайно у нас один из самых высоких тарифов Российской Федерации по вывозу мусора. Поэтому другого пути, я вчера тоже, опять же, губернатор это сказал, как мусоросжигательный завод, современный мусоросжигательный завод, обращаю внимание, нам, иначе мы загадим всю область. Другой альтернативы нет. Это вообще должна быть проблема федеральная. Должен быть разработан типовой мусоросжигательный мусоросортировочный комплекс, типовой. Должны быть выделены федеральные деньги, и на эти деньги это будет тогда реальная, настоящая мусорная реформа. А то, что на сегодня происходит, каждый регион варится как может, да, это во многом профанация. Как нам обещает власть, в будущем в Омской области откроются еще три мусоросортировочных комплексы. Учитывая проектную мощность, озвученную ранее министром Ушаковым, 10%, поможет ли это справиться с потоками мусора? Яков Сатонкин, Григорий Бадьянов, Обком ТВ